Дом моего детства. Вот однажды я сижу на окне, кухня финская, с такой, помню, колпак такой стоял над печью для вывода дыма. А ты однажды нашел кучу патронов, мальчишка, и бросил печь туда. Как это? Его вовремя-то заметили, не было этого встречи с нами. Хорошо, ладно, я отвлекся, просто память детства. Значит, смотрю я в окно, а там в окне что было? Сарай такой финский, вообще сарай крепкий, надежный. И там наша корова жила, у нас была корова, майка. Дубы замечательные, дубов много приладочных, клумбы. Грядка, помню, там росла фасоль. И вдруг это все исчезает, исчезает, да. И я вижу, появляются горы, какой-то странный закат. Закат такой красный, тревожный. Плато, равнина. Как мне казалось, она залита асфальтом. Вот почему-то вот это сравнение осталось у меня навсегда. У меня было 5 лет, ровно 5 лет. 5,5, да, асфальта. Залит асфальт. Конечно, это ерунда, какой там асфальт. А в середине, значит, этой долины стоит некий конус. Я это все дорисовал. У меня рисунок сохранился, да. И он обидит змеей. Вот такое странное видение. А я многое фиксировал. Показывал своей мамочке чудесной. Я говорю, мама, что я тут нарисовал-то? Она говорит, ну что, увидел, то я нарисовал. Судья, пригресилась, то это есть. Были и другие рисунки, не только этот. Это просто я скажу вам, почему я его выделял. У меня много было фантазии. Вот проходят годы, проходят годы. Я уже включился в рерийское движение. Уже знакомился с Миромом Руссевским. Так. Вот пришел на квартиру Юрия Николаевича Рериха. Сына Николая Костянтиновича. Пришел туда. И вдруг чувствовал, что сейчас я разгадаю тайну своего детского видения. Вот вы спросили про альбом Рериха, да? Американский. В 30-м году или 33-м, не помню, когда в Нью-Йорке был издан шикарный альбом Рериха. Вот у меня его нету. Так. Так называемый альбом Егорского называется. Мне его дают посмотреть. Я раньше его никогда не видел. Я беру этот альбом, и чувствую, что сейчас какая-то моя проблема разрешится. Я листаю этот альбом, и вдруг я вижу картину Нагарджуна. И там все реалии этого моего видения. Все, да. Один к одному, понимаете, да? То есть я никак не хочу толковать. Я, можно сказать, что я увидел картину Рериха в окне. Ну, никаких представлений Рерих я не имел. Правда, что я вам скажу, что на чердаке, я любил копаться, как любые мальчишки, на чердаке были всякие интересные там книги финские. И вроде как среди этих книг были репродукции Рериха. Я в этом не сомневаюсь, что это были репродукции с финскими подписями. А я тогда уже пять лет немножко почитал по-русски-то, да. Вот. Я понимал, что это другой язык. Это был Рериха, но так четко не помню, какие картины. Но были. Финляндию его ценили и публиковали его вещи. Вот видите, какая-то странная связь. Какая-то была мне посылка. Или это случайная волна до меня дошла. Вот когда в книжке моей Махаянной я пишу «Длинок занятов Нагарджуна», то я пишу не зря. Извините, что это картина Рериха. Сейчас приобретена в международном центре Рериха и находится в Москве. Ее можно видеть. Рождения нет и нет исчезновения. А что же есть? Лишь видимость одна. Мирская жизнь дробится на мгновенье и цельность, и смысла лишена вот это скептицизм буддийской голософии. Ее презрение ко всему мирскому, дольному. Это очень интересно, конечно. Вот. Да. Так возвращаясь к Рериху. Как вот Рерих мог совмещать христианство и буддизм? Если душа всемирная у тебя, если она обладает универсальной отзывчивостью, то есть ты должен вмещать в себе все. Все вмещения, да? Вот и обратите внимание. У Достоевского всемирная отзывчивость, а у Елены Ивановны термин всемирность, всемирность, один из главных ее терминов. пишет всегда с большой буквы, все вмещения, дар к себе вмещения, тяга к себе вмещению. Вот Рерихи обладали этим качеством, обладали этой всемирностью, этой всеохватностью сущей. Но я не буду сейчас об этом говорить подробно, я к этому вернусь в следующий раз. скажу следующее, да? Вот, почему можно и нужно сочетать буддизм и христианство? Скажу вам, да? Ну, это разные полюса буддизма и христианства. Если взять Хинайану в качестве модели буддизма, Хинайана это самый ранний вариант буддизма, это тот вариант, который был создан времен Буддой. Внутри буддизма есть тоже свои альтернативы, так? Есть свои странные инверсии. Ну, скажем, в Хинайане нирвана это нуль, ничто, а в Махьяне нирвана это, наоборот, полнота бытия, так? Ну вот, возвращаясь к вопросу совмещения христианства и буддизма. Я христианин. Вот в книге Моисихазм говорится о теосисе. Что старцы считали целью и идеалом. Старцы считали целью и идеалом восхождение к Богу, синергию с Богом, то есть соединение с Богом. Как? Это цель Исихаста безмолвника. Вот Исихастами были и Сергей Радонежский, и Александр Свирский, и Срофим Саровский, и многие старцы, жившие вот здесь, на территории Северной Фаваиды. Хорошо. Цель высокая. Так. Эту цель мы имеем в виду, а сейчас я хочу сопоставить, да? Вот я немножечко сложно выстраиваю композицию своего рассказа, но не случайно. Итак, теосис, это цель Исихаста. Бог есть свет, надо выйти на этот свет божественный, войти в него, с ним это шестиц. Но теперь сопоставляю два идеала. Хинаяна и христианство. В Хинаяне какая цель? полностью отключиться от впечатления бытия. Мир есть источник зла. Быть это больно. Быть это значит всегда страдать. Будда очень остро реагировал на боль. И он хотел анестезию придумать для человечества. И такую анестезию он посчитал нирван. Нирван это что? это полное исключение от всего. Нирван нет никаких предвоположностей, никаких различий. Это нулевое состояние, небытийное состояние. Уйти в нирвану, как ее понимает Хинаяна, значит нырнуть в мировой нуль. Нырнуть в эпопатическую тьму. А цель христианства какая? Соединиться с Богом. Отрождествиться с Ним. Причем это надо сделать смиренно, всякой гордыня. Это совершенно разные вещи, это разные полюса. Бездна нирваны и вот вершина фавора. Но Исихазм говорит, прежде чем ты двинешься туда наверх, ты должен подвергнуть себя максимальному уничижению. Уничижению. Ты должен ощутить себя ничем. Ты есть ничто. только после этого ты сможешь подняться туда. И вот эта целая техника самоумоления, самоуничтожения. Я говорил, что я хотел сказать самоуничижение, а сказал самоуничтожение. Ну, где-то и самоуничтожение, потому что, скажем, вот аскеза, она сейчас была основана с уничтожением плоти. Человек умирал не только как существо мирское для мира, но был на крови смерти чисто физически. Хорошо. Это условие теозиса. Условие теозиса что? Уничижение. Прохождение через нововолевую уровень. Сможет вынырнуть из этой бездны наверх. Или ты там останешься? Это вопрос всегда очень глубокий. Это вообще рискованное дело. Но вот что такое уничижение? Я здесь использую термин Хайдеггера. Хайдеггер говорил, что человек должен попытаться себя научиться термином Хайдеггера ничтожить. Вот это конечно переводчики, нашли эквивалент для немецкого понятия. Вот такого богоола нет в словаре ничтожить. То есть ничтожить значит уходить ничто. Но это и есть нирвана. Понимаете? Это и есть нирвана Киноява. Поэтому любой исихааст он буддист обязательно. Иначе он ничего не получит. Иначе он не достигнет своей цели. То есть христианство это религия как раз мирная. Это религия конечно обладающая несомненным преимуществом другими религиями. Это никаких даже нет разговоров. Она включает в себя буддизм как важнейший элемент. И поэтому настоящий христианин должен знать что такое нирвана. Это главная категория буддизма. Хоть ты умей это нужно знать. И должен к нирване прикоснуться. Должен задеть ее. И потом подняться в наш проявленный наш материальный мир. Но вот я думаю что религии это понимали. Но это только вам один пример того как может совместиться буддизм и христианство. Есть и другие точки соприказания но я только на этом останавливаюсь. Ну значит что Будда говорил по поводу природы зла. Будда говорил что одна из самых страшных форм зла это так называемое колесо сансары. Круговорот с разных своих аспектов. В том числе круговорот наших перевоплощений. Наша душа попадает в этот круг и все время перевоплощается. Человек умер но душа вошла в другое тело и в следующее тело и Будда считал что это тягостно для души. Будда считал что надо освободить душу от этого времени и остановить колесо сансары остановить на нулевой точке как раз на уровне нирвана. Будда был против перевоплощений. Он хотел их вообще раз и навсегда пресечь и этим спасти миллионы чешских душ. Ну а Бахаяна наоборот культирует эту идею Нахаяния мы постоянно говорим о том что слышим о том что родился новый лама надо его распознать в этом ламе воплотился такой-то такой-то учитель и скажем Тибет этим постоянно занимается выявляет новое воплощение так так называем Бадхисатра но я скажу следующее вот по поводу идеи перевоплощения эта идея конечно восточная эта идея идущая от Индии это ясно и она была освоена греками через орфическую философию я считаю что перевоплощения могут иметь место и иметь место не только у человека но и у растений у животных почему ведь есть эволюция что такое эволюция эволюция это накопление памяти определенное накопление информации биологическая эволюция какую информацию предпочитает надо выжить надо выжить а для того чтобы выжить иногда надо убить кого-то ударить кого-то борьба с существованием это страшная вещь но ведь ты хочешь существовать и потом тебе приходится вот часто зубы свои запускать для этого зубы когти гены не будут сохранять ничего того что связано с благородством хотя иногда это спариваются но все-таки гены преимущественно направлены на сохранение того что связано с силой с выживанием тем не менее мы знаем что в процессе эволюции добро нарастает это несомненно что оно растает как нарастает что есть какой-то другой канал памяти это канал перевоплощения метампсихоз так называемый или реинкарнация как угодно это разные термины обозначающие одно и то же вот я считаю что реинкарнация имеет место потому что это и есть способ сохранять память добра скажем память прощения память солидарности память взаимопомощь да это так но после того как пришел Христос после того как произошло Боговоплощение вот необходимо реинкарнация отпадать для тех кто принял Христа зачем зачем нужно накапливать от воплощения к воплощению опыт добра когда ты можешь разом дискретно выйти на уровень Бога Христос это оптимальный путь а предыдущий путь реинкарнации это путь очень длительный исторически необходим исторически неизбежен но не окончательный путь это не есть последний вариант хорошо и я в своих книгах развиваю идею переоблачения так называемого Эйдеса я не буду сейчас это говорить подробно кто хочет может прочитать в моих книгах вот пожалуйста книга Зодиак открывается о сущности Крита о понятии Крита все сказано у меня что такое превращение Эйдеса душа это вещь индивидуальная душа да а Эйдес это что такое Эйдес это понятие родовое Эйдес это вечная идея которая выбирает человека для того чтобы человек ее воплощал одна и та же идея может жить в разных людях и направлять их и вот я разработал учение о переволочении Эйдеса это интуитивная была работа конечно прежде всего это мои личные озарения ну как это все это конкретно проявляется вот это переволочение Эйдеса я считаю что мой Эйдес прошел через семеро религии через все и когда я хочу понять ту или иную религию я активизирую память Эйдеса и я считываю информацию это сколько угодно бывает это нормально вот я помню я сидел на даче а там литературы много но не все что там я могу держать мне нужно было Данте прочитать в Уресной комедии я писал как раз про Данте статью а у меня нет под рукой я пишу на память я включаюсь в память Эйдеса и передо мной брешь на комедии на итальянском языке как-то я его изучал немножко но я им не владею вот я читаю батальянский читаю и все понимаю и я пишу то что мне надо потом приезжаю в город сверяю и все вот смотрите Моя Веданте Моя Веданте вот здесь есть поэма Шанкара Атма Бодха 2027 да так видите для грехи одолевших для каждого первопроходца на потягших к спасению ведут Атма Бодха дается да вот тут написано внизу да перевод вариация санскрита Юрия Линника не знаю я санскрита но не было у меня возможности необходимости изучать санскрит но я врубаюсь в память эйдеса и я перевожу эту поэму без всякого литературного источника а потом я сверяюсь с литературным источником я понимаю что я не не сумасшедший что я точно так память эйдес это память голограмма мне есть все все же эйдес умел сумел набрать за цикл своих преоблачений я этим пользуюсь я это эксплуатирую вот и к этому я отношусь очень спокойно конечно со стороны это похоже на какое-то откровение я считаю что это норма что это качество раскроется в людях постепенно да но без сознательности постоянная это качество эксплуатируется я здесь с исключением не исключение я просто это осознал и только я это осознал это нормально для человека знаете это одна из форм культурной памяти это то что Платон называл анамнезом припоминанием того что было до твоего рождения вот и очень многие мои тексты на этом установлены особенно вот эта серия ранняя серия потому что я со временем утратил это качество вот сейчас я все реже и реже могу включаться в память Эйдоса так это такая своеобразная амнезия она прогрессирует то что мне открывалось в ранних текстах вот этих трех книжках которым я горжусь это никогда к этому не вернулся в состояние а почему я объясняю почему потому что я где-то исчерпал где-то исчерпал опыт Эйдоса своего а у меня он может и не один и я встал перед задачей создания новой информации той информации для которой нет аналогии в новосфере и вечности и эта информация прежде всего находит выражение в творчестве творчество это и есть генерация новизны я когда я писал вот эти книги я почти что не писал стихов очень мало у меня были годы когда я не писал стихов хотя это казалось бы для меня самое главное а вот была такая полоса была такая фаза а потом наоборот я сейчас пишу тексты все короче и короче и тексты все более и более емкие а главное выражая через стихи и в стихах я даю какие-то новые модели какие-то новые значит программы там закладывают через стихи и это не есть информация сейдоса это есть создание новой информации вот тем не менее я не могу получать новой информации из памяти с Вавилоном но то что я получил мне вот так хватает ну если очень что-то надо я могу конечно включиться и так вот я сейчас занимаюсь Вавилоном я знаю я уже знаю что опять мне помогут помогут вот я написал сейдоса дофинанна это одна из богинь древнего Вавилона точнее говоря это Месопотамия да так Месопотамия я это сделаю вот когда есть в этом необходимость то все будет как надо но это вот хотя я уже буду писать в другом ключе и это помогло мне понять опыт Востока опыт Востока я скажу что вот эти книжечки сейчас никто их не читает но очень возможно что они в будущем будут очень сильно востребованы это я не могу говорить уверенно но нельзя этого исключить да вот потому что в этих книжках русская поэзия русская поэзия стала каналом для выхода информации откуда для выхода информации из глубин мировых культур русская поэзия стала призмой преломившей в себе эти культуры только поэзия это могла сделать понимаете да вот скажем Шанкара да вот здесь вот книжки от Моя Веданта да попробуйте изложить веданту в рамках финка санетта я утверждаю что я это делаю адекватно и конечно когда я пишу о Шанкаре то я о Шанкаре отреждаю потому что в моем эйдесе есть память Шанкара и я могу его лично спросить что ты думаешь по этому поводу и он мне ответит когда я пишу да я Шанкара познавший суть добра что этот мир сплошные разделения отсюда боль которая остра отсюда роковые раздвоения как мне связать разрозненные звенья картина чувства манчего пестра еще единство жажду единенья пусть термина или даже первый сонет я Шанкар опознавший суть добра мальчишка играл с кристаллом шпата в нем все двоилось ягонь костра и полоса далекого заката моя душа отчаянием объята раздвоен мир нам всем понять пора откуда рознь вот брат ударил брат его сестру обидела сестра мучительный таки трагический раскол возможно ли гармонию провидя остановить процесс расщепления мне кажется причину я нашел и смело назову ее обидья что за этот мир сплошные разделения но обидья значит надо открыть словарь в конце книжки прочитать обидья заблуждение нашего восприятия и познания связанное прежде всего с внесением двойственности в единое вот видите так что эти книжки написаны в авторстве с Романуджа с Заратустры с Будды с Лао-Дзы с Григорией Паламой вот сколько у меня с авторов это просто какое-то диво и я счастлив что я выполнил эту программу это задание и вот поэтому я Восток понимаю хотя Восток дело тонкое на этом можно завершить эту своеобразную исповедь вот так вот я буду писать две книжечки вот это мое задание задание на этот год книжечка одна Павелон а другая Александрия Сейчас вам скажу, я сейчас скажу вам как диалектик, я не хочу быть однозначным, но прежде всего я скажу, что слово секта приобрело значение ругательное, вот надо кого-то заклеймить и обзываешь его сектантом. На самом деле здесь все сложнее, есть секты, которые действительно требуют осуждения, а есть вполне нормальные явления. Что такое секта? Слово деление, инсекта, так называется класс насекомых. Почему так называется класс насекомых? Потому что насекомые, вот они членистые, членистоногие, другое название, они вот так как бы собраны из нескольких блоков, которые можно вроде как бы снова разобрать на части. Обратите внимание, возникает новое ощущение. Оно едино. Какое-то время оно едино. И вдруг начинается всякого рода ересь от христианства. Только-только оно закрепилось, вдруг появляется арии. Потом истории. И они не согласны с догматической линией. И то, что откололось от основной части церкви, называется сектами. Секта ариев, секта нестыриан. И то же самое имеет место в каждой религии. Вот вы видите, тоже буддизм, да, буддизм. Сколько там направлений друг друга как бы отрицающих. А ислам? Вот сейчас мы столкнулись с тем, что в исламе столько внутренних антагонизмов. Я нашел книгу «Мой ислам», да, тут много про суфи. А вот наш мусульманин Петрозаводский, один псевдоученый, да, говорит, что суфи – это секты, сектанты, суфи. Великие мистики. Вот. Поэтому я скажу следующее. Да, еще один пример секты. Вот религийское движение. Я религийское, да. Я очень любил это движение, и сейчас я его ценю. И я переживал, почему в этом движении нету согласия, почему там всякие расколы, взаимные обвинения. Вот я, Максим знает, сейчас защищаю резердацию Россова о религии. Но вот на эту резердацию катит бочка из МЦР. Вначале я этого не понимал. А потом я понял, что это нормально. Да, единое должно раздваиваться, идет дифференциация, дифференциация, да. И секта – это вообще-то нормальное явление. Нормальное явление, понимаете, да. Не должно быть монополии одной религии. Секта – это элемент разнообразия. Но! Что я должен предупредить? Есть такой феномен, который называется тоталитарная секта. Вот это серьезно. Талитарная секта – это секта герб. Имеется так называемый гуру или псевдогуру. Человек, высказывающий неадекватные претензии, неадекватные амбиции. Он считает себя или учителем с большой буквы, или воплощением Христа новым, да. Так. Он подчиняет себя людей, он обладает даром сугессивного воздействия на людей. Не всегда это журлота. Чаще всего это человек, обладающий определенным даром. И он вот людей вовлекает в орбиту своих секты. И даромная секта, она очень часто связана с тягой к так называемому единому. Слиться с абсолютом, слиться с Богом. И это слияние порой форсирует каким способом? Ну, коллективное самоубийство, суицид. Даромная секта всегда связана с влечением к небытию. Это в разных формах, это влечение к небытию. Вот это страшное зло. Здесь надо бороться. А так, надо быть осторожным. Вот, хорошо. Сейчас я дружил с межеродным центром Грелихов, да. Так. Вот мы сейчас разошлись с ними, да. Я вижу, что этот центр похож на данную секту. А может во мне сказывается какая-то личная обида. И я в слове секту укладываю свои эмоции. Хотя я прав, не только это мое мнение. Так что тут надо быть очень осторожным, да. Не, ну можно я вам конкретно спрошу? У меня конкретный институт христианин, да. Они считают, вот говорят, мы христианин, христианин. Лютера. Это все началось с Лютера, когда Лютер спорил права Рима. Сейчас если права, так сказать, его продавать индульгенции. Действительно, это дичь была страшная индульгенция продавать. Лютер яркий человек. Лютер, конечно, отбросил очень многие накопления католицизма в сторону упрощения, в сторону возвращения к вероингалевской поре. Но вот пятидесятники, они мне по-своему нравятся. Вот они говорят, что главное – это Святой Дух, да. Ведь Христос сам говорит, что Святой Дух – это мой как бы восприемник, да. И вот для них это что самое ценное? Это общение со Святым Духом во время их, так сказать, ну у них нет литургии во время их общения. Вот они чувствуют касание Святого Духа так, что Святой Дух в них входит. Но что здесь страшного-то, да? Нет, я не я вас спрашиваю. Нет, просто… Да, вполне нормально. Или вот эти свидетели Ягова. У них такую бочку катят. У них есть свои заслуги. Например, они против переливания крови. Вот я это обсуждал с Зильбером, да. Вот у него даже в этом написано, что надо спасать человека. А он свидетель, да. И нервисовет, ему кровь перелить. И человек умирает, да. Давайте это, еще раз повторяю. Есть некая сила в мире, препятствующая монополизации религии. Хотят, чтобы был только один православный такой вот Дух в мире. Или один исламский Дух. Никогда этого не будет. Никогда этого не будет. Понимаете, да? Я-то надеюсь за то, что никогда этого не будет. Да. Вот монополия. И поэтому эти дробления, они нормальные, нормальные. И то, что сейчас назвали, это ну пускай секты. Они говорят, что мы церкви. Понимаете, да? Но скажу одно вам, вот все-таки хоть убей меня, поскольку ортодоксальные линии, в оскорблениях баталицизма, линия православия, да? Поскольку они очень мощные, да? То вот как-то, я не знаю, что православие, мне кажется, в среде христианских, в этих всех дроблениях, это самая красивая и самая такая глубокая форма веры в Христово. Как будто, наоборот, обрядовость это? Нужна глубокая подребность. И подребность не какая-то твоя личная, персональная. Дребность связана с интересами социума. Вот нужно ответить на какие-то вопросы, какие я еще и сам толком не знаю, но я чувствую, что вот это нужно. Нужно понять. И тогда вот какие-то щели предоткрываются. А вот так, если бы быстро, вот я хочу там проникнуть сейчас, скажем, куда-то, да? Ну, сознание, скажем, того же самого Лоотзе, ну, никогда этого не сделаешь. Вот надо было мне проникнуть в сознание Оно Богослово? Очень было надо, чтобы понять его аккалипсис. И я это сделал. И не раз это делал. Все наобороты. Когда это нужно? Праздное любопытство здесь ничего не даст. Никогда. Глубокая, назревшая, я бы сказал, исторически назревшая, социально назревшая, экзенциально назревшая потребность открывает вход в мир эйдетической памяти. Ига, спасибо. Оно Богослово. Продолжение следует...